ну просто восхитительный кусочек индейки у меня получился рекомендую вам к приготовлению приятного аппетита здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала с вами я александр чернов сейчас я приготовлю мясное нежное сочное горячее блюдо в духовке и так канал с дедом за обедом запеченное бедро индейки начинаем рецепт этот совсем не быстрый но сложности в приготовлении его нет приготовить даже ребенок главное здесь терпение рецепт состоит из индейкиного бедра у меня к сожалению без косточки хотелось бы купить с косточкой но вот не получилось у меня филе красный перец паприка чеснок курага и чернослив обойтись можно одним черносливом но я люблю с курагой горчица черный перец я добавляю смесь перцев лимончик и соль приготовление я начинаю с обмазки для маринования 4 столовые ложки растительного масла почему я делаю обмазку в растительном масле вы знаете если если тушку обсыпать приправами перцем солью натереть пропитывание этими приправами будет неполноценное но когда это все растворено в масле масло является ну как бы наполнителем всех этих приправ и через масло лучше передается запах мясу в масло я кладу большую с горкой чайную ложку соли половину чайной ложки черного перца полторы чайной ложки красного перчика и столовую ложку горчицы и взбиваю все венчиком до создания хорошей эмульсии друзья мои венчиком получается гораздо лучше чем ложкой я это уже проверил на своем опыте масса становится однородной и блеск вот от масла исчезает образуется такая хорошая эмульсия можно еще даже масло добавить густоват немножко получилось добавлю пятую ложку столового масла все перемешал теперь добавляю несколько капель лимона и продолжаем перемешивать обмазка готова переходим к начинке для которой мне необходим чесночок я ему порежу на соломку чеснок в сторону чернослив чернослив я просто разрежу пополам каждую ягоду так же как и курагу вот так вдоль чтобы кусочки чувствовались когда все это приготовится очень важно начинка готова мясо я обязательно обмакиваю бумажной салфеткой чтобы он был сухим и приступаю к дальнейшему приготовления для начала мяса я нашпигую чесноком и черносливом так вот равномерно знаете кусочек у меня конечно не ахти был бы он с косточкой все это выглядело бы немножко иначе но вот к сожалению приходится пользоваться тем что есть есть тоже неплохо может быть даже в том что это филе есть какая-то прелесть особенно сейчас знаете почему во всяком случае филе быстрее промаринуется не пять часов для маринования мне понадобится гораздо меньше потому что видите она же уже располосованы и все и делаю то же самое с внешней стороны бедра чеснок чернослив так мы его туда подальше есть курага и внешнюю сторону бедра мазую готовой смесью густой хорошо теперь переворачиваю вот смотрите так как у меня нет кости мясо все расслоеное я сейчас внутри также обмажу и внутрь бедра я положу оставшийся чернослив и курагу из-за того что внутри я также промажу все этим пряным раствором мариноваться мясо придется гораздо меньше кладу курагу ну класть не буду тоже переборщить ведь можно правильно и чернослив остатки чернослив и теперь мне дело надо накрыть вот так переложил я в лоток и наношу последние штрихи осталось немножко смазки и оставляю лоток с мясом на маринование вот так вот при комнатной температуре на полтора-два часа в открытом виде прошло два часа я думаю кусочек хорошо промариновался и теперь я его отправляю в разогретую духовку на 180 градусов на часик в таком виде а через часик посмотрим что получилось давайте посмотрим что у нас под фольгой спустя 40 минут при температуре 180 градусов так как я и ожидал ее немножко развернула но ничего страшного думаю что еще надо продолжить запекать это бедро еще минут пятнадцать в открытом виде вот и долгожданный кусочек смотрите он пропекся со всех сторон какой красивый тонкая корочка румяная горчичная в процессе последнего этапа приготовления я периодически поливал его горчичным соком как вы думаете разве можно пройти мимо такого блюда и не попробовать его давайте отрежем и посмотрим режется очень хорошо видно что внутри очень мягкое мясо чеснок там попался смотрите все аккуратненько видно чесночок чернослив осталось только попробовать аромат всех приправ которые находились в соусе очень хорошо чувствуется мясо очень мягкое и хочу вам посоветовать если вы будете делать этот рецепт обязательно запекайте сначала под фольгой а потом уже открывайте для образования корочки все-таки без фольги я думаю мясо будет суховатым а так ну просто изумительно поверьте мне очень красиво очень вкусно очень душистым ну просто восхитительный кусочек индейки у меня получился рекомендую вам к приготовлению приятного аппетита вот как-то так мясо оно и в африке мясо если рецепт вам понравился делитесь пожалуйста с друзьями ставьте лайки если не жалко а я желаю вам добрейшего настроения приятнейшего аппетита до скорых встреч а а Редактор субтитров А.Семкин